здрасте друзья всем привет с вами никита делу и мы начинаем скайлайнс градостроительный симулятор будем строить город город мечты в котором захочется прожить всю жизнь и там же умереть соответственно пару слов сначала по поводу этого прохождения у меня нет какой-то цели у меня просто хочется построить что-нибудь да и хочется интерактива друзья интерактива вместе с вами в первую очередь со спонсорами конечно же во первых потому что они будут смотреть раньше вот и для начала конечно же надо наш город как-то обозвать на сегодняшний день он называется да твою мать на сегодняшний день называется спрингдейл и это не то название которое хотелось бы для нашего чудо города поэтому давайте поугараем и придумаем что-нибудь месте супер классно соответственно с чего мы начнем надо начать строить раз уж мы здесь собрались меня стоит пара модов но это такое знаете можно не обращать внимание то я же выключил подсказки ну чё вы начинаете мне не выключил настройки сбились ну ладно бывает соответственно чё нам надо сначала сделать нам надо построить маленькую вот такую вот дорожку за 40 евриков и снести и нахрен потому что она откроет нам другие дорожки у нас изначально доступна одна клетка надо ее как-то разметить изначально будет обычная прямоугольная квартальная застройка такая плотненькая а дальше будем уже делать что-нибудь другое не сильно плотно я хочу застраиваться плюс стоит мод на то чтобы 25 клеток можно было открыть соответственно мы их наверное откроем потом почему бы и нет но для начала нужно что-то как-то минимально разметить поэтому давайте проведем какую-то главное главную дорогу главный проспект такой вот ровненький я думаю отталкиваться будем от этого соответственно направо у нас вот здесь вот пойдет промышленная зона вот здесь а здесь будем квартальную застройку сделаем райончик первоначальной как мы будем развиваться дальше уже решим в следующий раз и может быть вот эту вот клетку будем покупать почему бы нет здесь вполне себе интересное место для застройки какие-то камушки можно будет вокруг здесь сделать какой-то круг все сделать чтобы было по красоте плюс у нас здесь есть пляж добавилась всякая рыбная промышленность тоже короче можно будет всякой фигней поделать всякой прикольной да но это пока такое дело сносим сделаем вот так нужно сделать еще аккуратный заезд сюда заезд и выезд пока так потом потом под шаманьем все будет по красоте для начала надо чтобы просто все работало еще просто не все открыто у нас соответственно надо разметить первые кварталь чеки для промышленности вот так вот пойдет и тоже квартальная застройка первоначально почему бы и нет так вот самый раз можно даже еще один потом это все дело конечно же будем расширять и в другую сторону не знаю давайте сначала ближе к берегу текут текут и еще один не так не попал слушать представляете не попал вот текут можно даже вот это вот все соединить вот первый квартал у нас будет такой потом будем расширяться уже как-нибудь будем в общем-то расширяться это не все нам надо еще поставить электричество где-нибудь вот на горе потому что здесь у нас дует ветер хотя может быть сразу начать с угольной или какая-то угольная да угольная давайте начнем сразу с угольной потому что потому что она эффективнее и нужно поставить канализацию первую очередь водонасосную станцию она будет у нас вот отсюда вот черпать водичку куда-нибудь вот сюда она эту самую водичку будет выливать гивнецополь пойдет вниз по течению надо это все дело теперь соединить раз ну и соответственно подключить к воде наши райончики которые мы уже разумеции вот текут текут это дело дальше чуть-чуть продлить текут и промышленную зону тоже надо сюда каким-то образом подключить я думаю для начала пойдет 20 тысяч денег у нас осталось не так много как хотелось бы подключить электричество к воде соответственно вот так вот пойдем сделать надо как-то прям аккуратненько вот текут не мешало и вот отсюда еще надо его будет провести чтобы канализация тоже работала пока повезем вдоль берега все подключено в общем то можно заселять первых жильцов вот так вот целый квартал сразу же бахнем и и вот так вот квартал производственного чего бы и нет может быть не очень правильно но что поделать вот здесь можно линию магазинчиков пустить каких-нибудь вполне нормально включаем время и у нас пошла застройка первые домики получают своих жителей машинки почему машинки сюда не приезжают это не нравится я хочу что машинки сюда приезжали электричество у них нету как так как нету электричество вот жир она есть его нету серьезно можете а правда где машинки что-то видимо сломалось машинки вот здесь вот есть это мой город почему-то они ехать не хотят можешь 3 octave что не так что сломалась пошла заста с коммерческой зоны сразу появилась электричество все нормально странное дерьмо но машинки к нам почему-то не ездит зато у нас нет пробок как не странно вообще машинки ездят я их вижу вон слева по трассе они ездят к там почему то они не ездят соответственно пробок у тоже нету не знаю как это работает дороги соединены не тупо не поворачивают к нам не хотят а вот и первые машинки слушать поехали а чё чё их не было видимо где-то они были далеко до дома выросли гораздо быстрее признаюсь мне даже нравится землетрясение ты идиот на статье включена и катастроф поэтому надо будет этим всем тоже заниматься так пока у нас есть деньги нам нужно расширять райончики потому что потом денег не будет и из-за этого могут возникнуть проблемы так вот еще три квартала мы сделали водичку что тоже надо провести она здесь проведена по большому счету отлично можно дальше тогда тоже застраивать потому что вода электричество здесь есть еще один квартал и можно сразу им вот эту вот линию магазинчиков пускай они тоже здесь будут надо выйти в плюс и на собирать людишек дождик пошел до дождик я не люблю дожди это плохо дожди знаете ли это плохо главное что машинки вернулись не знаю что случилось я бы в таком домике даже жил бы с верандой дождь идет а ты на веранде сидишь там чили гоняешь классно слушайте давайте еще мы один квартальчик здесь тоже застроим можно будет сделать в принципе такой же зеркальный потом но это чуть попозже у нас появляется спрос на промышленности мы достигли уровня деревушка это класс соответственно появилась у нас свалка начальная школа поликлиника центр в общем-то все это очень интересно будем смотреть построим еще заводики чуть-чуть или нет надо много заводиков ладно строим тогда много заводиков целый квартал дождик закончился классно правда сейчас дорога мокрая бликует как-то так не самым приятным образом соответственно надо построить поликлинику потому что что это у нас такой-то поликлиника европейская вот можно ее всунуть сюда и она будет спокойно обслуживать и этот квартал и который будет зеркаль даже дотягивается до даже можно сюда поставить чтобы он рос вот в эту вот сторону отлично и свалку надо пихнуть обязательно свалка у нас будет в промышленном районе как ни странно там ей и место и то есть соответственно есть немножко денег мы вышли в плюс это тоже замечательно надо будет расширяться тем более у нас появляется спрос на жилье вот так вот ставимся и коммерцию тоже сюда продлеваем по дорогам надо посмотреть сколько у нас здесь клеточек было три квартальчика три квадратика мы так и сделаем чтобы все было знаете как в армии однообразно должно быть квадратно круглые катить квадратная но вы поняли да все вот это вот так вот делаем чтобы все было по красоте по медицине у нас видите вот эта штука все дотягивается это замечательно да кстати забыл еще надо тропиночки будет сделать чтобы было проще ходить чтобы не делать миллион круголей чем это же это все забубеним для начала надо провести в водичку трубы знаете ли без воды жизнь плохая не будет в городе воды это будет проблема большая вода есть денег почти не осталось зато можно заселяться по электричеству у нас пока что все нормально давайте еще вот этот вот квартальчик и вот этот вот квартальчик и и пока хватит пускай пока эти заселяются благо сейчас большой спрос происходит это все довольно быстро не надо ждать плюс еще на старте игры процессор нихерена не жрется потому что потом потом начнет жраться до соответственно у нас открылась районы можно это будет обозначить как отдельный район к нему применить какие-то политики в общем то это все тоже предлагайте в комментариях знаете цель не то чтобы сделать прям хорошо а максимум поржать не знаю почему специализация у нас полиция и аварийные службы у нас открылись что тоже замечательно вот поэтому это надо все обязательно сюда поставить давайте начнем мы с пожарных потому что пожарная это важно надо чтобы они дотягивались и туда и туда поэтому вот здесь по моему вполне себе хорошее место плюс денег у нас хватает на полицию полиция тоже должна быть поставим ее вот сюда на школу у нас сейчас денег нету ничего честно собираем давайте мы пока спрос есть еще вот этот вот райончик тоже заселим и немножко коммерции у нас тоже появилась поэтому это тоже мы сделаем пока денежки копятся я предлагаю заняться тропиночками потому что тропиночки это важно тропиночки это важно только я не помню где их строить помощь советника иди в жопу на тропиночки где-то попозже появятся они в парках и площадях ну и ладно невелика потеря сколько нам нужно до следующего 1300 до мы сейчас насобираем это пройдет мега быстро правда еще школа нужно принципе обычно денег дают и на кстати клетка открылась до можем открыть какую-нибудь клетку и в принципе и вот клетка нравится и и вот эта клетка нравится на расширение почему бы и нет хотя пока мы сюда дойдем какая-то штука есть мне прям аж интересно что там как бы это не фиг уфиг увидишь вот это вот не знаю про промышленность красиво да это железнодорожные пути кстати можно будет тоже побаловаться с этим дерьмом совсем ну что у нас там 1254 маловато надо еще застраивать давайте последние два квартала мы тоже застраиваем коммерцию им сюда вот тоже дадим пускай будет у нас появляется спрос еще и на промышленность на промышленность надо будет продлевать потому что сюда загрязнение выводить не особо сильно хочется потом будем делать уже более экологически чистые такие штуки по сельского хозяйства но пока нам это немножко недоступной земли здесь не совсем подходят к сельскому хозяйству у нас 1300 у нас дали нам денег мы соответственно можем поставить наконец-таки школу такую маленькую начальную школу которая нихрена не дотягивается серьезно почему у нас еще и средняя школа уже стала доступна которая но старшая здесь называется это пока рано нас пока все тупые еще рано ходить пускай вот сюда вот да и тропиночки тропиночки нам теперь доступны прям сто процентов я в этом уверен я вас найду падлы вот а тропиночки разные что не в дорогах вообще чтобы прям удобнее было фиг вам они не в дорогах точно я помню было прям меню отдельно с тропинками что-то как-то я его не нахожу что вот это такой бег упал нахер нам он нужен сейчас я хочу тропинки вот дорожки и все вот они в общем то разные не знаю давайте для начала самые простые вот такие вот асфальтированные в этом районе это у нас будет бедный райончик вот так вот посередине да придется домики немножко посносить ну что поделать так вот все посоединяем чтобы нашим людишкам было удобнее куда-нибудь ходить на работу они правда все равно хрен дойдут но что поделать сделаем то же самое с этой стороны прям почти зеркально пришлось посносить несколько домов но они построятся они не маленькие разберутся знаете ли правительство так решила правительство у нас не совсем думает о жителях они щас перестроиться ничего страшного вот такой вот у нас первый квартальчик получился и первый райончик можно его в принципе даже и обозначить как район почему бы и нет такой вот район его тоже надо будет как-нибудь обозвать мы его потом еще немножко расширим вот в эту вот сторону до побережья не знаю давайте можно сразу границы вот так вот первый район будет у нас вот такой вот величины а здесь будет уже другой район что-нибудь другое там будем делать и короче что-нибудь по-другому и политики может быть какие будем применять и так далее вот короче говоря друзья на этом мы первую серию закончим предлагайте название для района предлагайте название для города предлагайте вообще что делать интересно все почитать конечно же про лайкусики мы не забываем чтобы выходило продолжение будем в общем-то развлекаться и вот это вот тоже надо будет обязательно переделать эту развязку непонятную благо пробок пока нету и но потом рано или поздно они все равно появятся да в общем-то у меня на этом друзья все всем огромное спасибо за внимание с вами был никита делай всем всего доброго пока пока